В системе жизнеобеспечения города гидроузел номер 3, расположенный в селе Штурмовом, играет особую роль. Фабрика чистой воды поит почти весь город, но и сам гидроузел, используя для обеззараживания воды жидкий хлор, является объектом повышенной опасности. Попытки внедрить прогрессивные технологии обеззараживания и уйти от жидкого хлора делались раньше. Но только нынешним летом появился реальный шанс от теоретических наработок перейти к практическим действиям. Большая часть оборудования для использования гипохлорида натрия уже смонтирована. Впереди пуска наладочной работы. В настоящее время применяется для обеззараживания питьевой воды реагент – это хлор. Он находится в жидком виде в контейнерах, потом превращается в хлоргаз, в хлорную воду. И хлорная вода дозируется в питьевую воду, обеспечивая процесс обеззараживания воды, убивания всех болезнетворных бактерий. Способ надежный, хороший, но очень опасный. И из-за того, что хлор является сильнодействующим ядовитым веществом. В настоящее время на третьем гидроузле завершаются работы по переходу на новый способ обработки и обеззараживания питьевой воды к гипохлоридам натрия, взамен применяющегося хлора. При всех недостатках хлора, который является сильнодействующим ядовитым веществом, многие города Украины, да и мира, переходят на альтернативный способ применения гипохлорида натрия. По сущности, это такой же способ надежного обеззараживания воды, только более дешевый, более экономичный и более, что самое важное, безопасный, экологически, скажем, чистый способ. Гипохлорид натрия получается простым электролизом обыкновенной пищевой соли. Его можно или купить в Украине, отечественное сырье в готовом виде и привезти здесь, применить, а можно получить на месте прямо, что и делается на наших гидроузлах 21, на 11 и первом гидроузлах. И способ получения на месте, и способ применения уже. Внедрение новых технологий позволит уйти от потенциально опасного жидкого хлора, повысить органолептические качества водопроводной воды. И в то же время обеззараживание воды будет производиться на должном уровне. Владимир Лорионов, программа «Наше время».